Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я запускаю небольшую серию скринкастов с описанием принципов работы по SSH. Тема важная, всем владельцам сайтов смотреть обязательно. Что такое SSH? Secure Shell – безопасная оболочка. Грубо говоря, SSH – это туннель, который обеспечивает безопасную передачу данных между клиентом и сервером. Данные шифруются на стороне клиента и расшифровываются на стороне сервера. Это не панацея, но очень высокий уровень защиты. Если у вас есть сайт и вы обеспокоены вопросами безопасности, вместо незащищенного FTP я вам крайне рекомендую использовать защищенный SSH протокол для передачи файлов. Тем более, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для соединения по SSH вам, во-первых, понадобится клиент. Под Windows идеальное решение – это PuTTY. Самый популярный в мире бесплатный SSH-клиент. Да и название хорошее. У меня ассоциируется с сибирским панк-роком. В PuTTY, кстати, играл Селиванов. Всем, кто знает, кто это – 100 очков в карму. Установили прогу, кстати, автоматом она устанавливает PuTTYgen. Что это и для чего, мы будем говорить впоследствии. А пока зайдем-ка, пожалуй, на сервер. Тут есть одна небольшая сложность, а именно хостинг-провайдер должен предоставить возможность захода по SSH. Мой провайдер дает такую возможность на самом дешевом плане, я думаю, остальные тоже. Это все-таки прошлый век, а отдельно оплачивать SSH. Единственное, у меня здесь нужно подключить такую возможность. Один клик – SSH доступ – все. Дальше копируем адрес. Тот же, что и для захода по FTP. Хостнейм. Порт оставляем 22-й. Дальше можно сохранить настройки, чтобы не вбивать всякий раз по-новому. И вот она – командная строка. Наконец-то можно почувствовать себя программистом. Логин – опять же основный логин FTP. Тут, кстати, есть особенность – вставить это не Ctrl-V, как обычно, а правая кнопка мыши. На самом деле привыкаешь быстро. И пароль – тоже пароль FTP. Я его сейчас вставляю правой кнопкой мыши, но если вы его будете даже печатать, то вы увидите, что ничего не меняется. Он даже звездочки не ставит, и курсор не двигается. В первый момент это пугает, но ничего страшного. Вбивайте пароль, где-то внутри он его видит. И все. Мы зашли на сервер по SSH. Дальше почувствуйте себя программистом, часть вторая. Это командная строка. Для тех, кто в первый раз видит такую штуку, не пугайтесь. Она только снаружи страшная, а внутри белая и пушистая. Тем более, что есть графические интерфейсы для работы по SSH. Но все-таки, что такое командная строка, я расскажу. Вдруг понравится. Собственно, здесь вы вбиваете команды, чтобы добиться желаемого результата. Все их я описывать не буду, их много. Для тех, кто заинтересуется, просто читайте спецификацию Unix, список команд. Я просто сейчас что-нибудь поделаю, чтобы вы поняли, как это работает в принципе. Команда ls выводит содержание папки, в которой вы находитесь. В данном случае мы видим, что здесь всего одна папка. Зайдем в нее. Команда cd. cd, пробел и имя папки. Чтобы не печатать, я ее скопирую. Выделяйте то, что хотите скопировать и нажимаете правую кнопку мыши. Он сразу вставит имя после команды. Видите, он даже зашел уже в эту папку. Опять же, что здесь есть? ls. Опять только одна папка public html. Зайдем. cd и имя папки. А здесь? Вот. А здесь уже много всего. Есть папка 1, 2, 3, я ее создал заранее. Заходим. И что у нас тут есть? Ага, два документа. test1 и test2. Посмотрим, что у нас есть в документе test1. Команда cat. Кошка. cat и имя файла. Так. Там есть всего одно слово first. Первый. Предположим, что нам не нужен этот документ. Команда rm и имя файла удалит его с сервера. Посмотрим, что осталось в папке. Да, остался только один документ. test2. Теперь предположим, нам нужно создать документ. То есть, например, test1 был нужен и мы его зря удалили. Окей. Команда nano запускает текстовый редактор. Если мы пишем имя не существующего файла, он его сразу и создаст. А вот. Там у нас было единственное слово first. Ну и еще чего-нибудь напечатаем. А внизу список доступных команд. Буква в сочетании с control. То есть сохранить control o. enter и выйти control x. Так. Вот у нас опять появилось два файла. И что у нас в тест 1? Ну да, все, что мы там понаписали. Ну и соответственно, если запустить в редакторе уже существующий файл, то вы просто сможете его отредактировать. Вносим изменения. Сохраняем. Смотрим. Выйдем из папки. Подняться на уровень выше cd. А здесь уже, например, есть вполне рабочий файл robots.txt, который мы можем отредактировать и это уже скажется на работе сайта. Ну и в принципе, командная строка это круто, если к ней привыкнуть. Но если вам не хочется привыкать, то тут есть графические оболочки. Самая простая. Аналог Norton Commander запускается командой MC. А вот такая оболочка. В таких штуках работали до появления Windows. Я их еще застал. Внизу список команд, которые запускаются либо F1, F2 и так далее, либо можно просто кликнуть мышкой. SSH это круто. Во-первых, потому что это защищенный протокол, а безопасность сейчас играет весьма важную роль в жизни. И во-вторых, работа из командной строки дает ряд преимуществ. И главное, вы можете почувствовать себя настоящим кодером. А для тех, кто не хочет себя чувствовать кодером, в следующем видео я расскажу, как работать по SSH с помощью графических интерфейсов на примере WinSCP. Так что подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ну и любите друг друга.